Здравствуйте! Вы на канале RomAndroid. На этом видео я покажу, как настроить телевизор Android TV и какие приложения перекрывают 100% потребности от данной операционной системы. Просмотр YouTube без рекламы, прослушивание музыкальных композиций, YouTube дети, просмотр телевизионных каналов, фильмы, сериалы, шоу без оплаты. А если у вас телевизор с технологией 4K HDR и есть высокоскоростной интернет, то и просмотр онлайн-торрент, без необходимости скачивания контента на ПК с последующим переносом на USB-накопитель. Когда вы подключились к интернету и ввели аккаунт Google, можно приступить к настройке. На канале, кстати, есть видео о первом запуске телевизора на операционную систему Android TV, оставлю ссылку в описании. Ну что, давайте начинать! Заходим в настройки, указываем название нашего устройства. Это позволит нам попользоваться технологией Chromecast и Google Assistant в приложениях смартфонов Google Home. Видео также оставлю в описании. Заходим в настройки устройства, выбираем параметр входа. Я отключу HDMI SIS, а вы можете его оставить, так как это удобная технология управления устройствами, подключенными к телевизору. Например, можно одним пультом управления управлять сразу телевизором, саундбаром или игровой консолью. Изображение. Я выставлю те параметры, которые считаю оптимальными для своего восприятия. А сама настройка осуществляется на телевизоре Hire. Продолжение следует... Заходим в магазин приложений Google Play. Наверху справа выбираем наш аккаунт. Опускаемся вниз и обновляем все приложения. Переходим в поиск приложений. Качаем Player VLC. Stand File to TV. Explorer. Посмотрите на канале подробные видео. Setting Date Base. Оно поможет отключить системные звуки операционной системы. Mix Apes. Это приложение показывает все установленные программы на телевизоре. Air Screen. Для дублирования изображения на телевизор с устройств Apple. А для этого действия на смартфонах Android ищите ответ в видео Google Home. Wi-Fi RTV. 140 телевизионных каналов. YouTube дети. Spotify для прослушивания музыки. На моем телевизоре установлены ленты со светодиодами, которые изменяют свечение, подстраиваясь под изображение. Если хотите об этом видео, напишите комментарий. Media Station. Приложение для просмотра контента без оплаты. Если хотите подробный разбор о нем, так же напишите об этом в комментариях. Но дальше больше, лучше и удобнее. Приложение BattleMaker. Настоятельно рекомендую посмотреть о его возможностях на моем канале. Выходим на главный экран. Заходим в настройки. Настройки устройства. Об устройстве. И опускаемся в самый низ. Кликаем на сборку 8 раз. Возвращаемся назад. И внизу ищем параметры для разработчиков. Меняйте только те значения, которые показаны в видео. Возвращаемся и заходим в приложение. Все приложения. И удаляем. И закрываем все то, что нам не понадобится. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь передаем файл из телефона на телевизор, ранее установленном приложении. Вы можете воспользоваться им или же скачать файлы на свой USB накопитель и подключить его к телевизору. Повторюсь, работы этого приложения вы можете посмотреть на моем канале. Заходим в приложение для работы с файлами. Открываем общий накопитель и ищем папку Dolenz, если передавали файлы через nfile. Если файлы на флешке, открываем ее. Fry TV. Телевизионные каналы. Система безопасности просит дать доступ и разрешаем ее. Приложение для просмотра фильмов, сериалов, мультфильмов, шоу и так далее. Я всегда использую версию бета, так как в ней намного чаще убирают баги. Всем известный хостинг для просмотра контента, но без рекламы. Приложение с набором программ, канала Технозон. Удаляем длительным нажатием на кнопку ОК. Открываем Технозон. Даем доступ и разрешение. Вы можете установить для себя все то, что понравится. А мне необходим плеер Vimu, TorfSev и Ace Media Stream. Он, кстати, доступен в магазине Google Play. Пока приложения скачиваются, мы отключим системные звонки. Заходим в приложение Setting Date Base. Нажимаем назад, убирая предупреждение. Ищем Sound Effect. Заходим, выбираем Edit и ставим 0. Нажимаем назад и сохраняем. Выходим из приложения, чтобы ничего не испортить. Удаляем. Удаляем. А вот и приложение из Технозон. Устанавливаем. Удаляем Технозон. Заходим в приложение и открываем SmartTube. Нажимаем влево и опускаемся вниз для добавления аккаунта. Делать это необязательно. Но так как я использую телевизор, хочу получить доступ к рекомендациям и своим подпискам. И я это проделаю. Заходим на сайт и вводим код. Я это сделал на смартфоне, у которого есть авторизация Google аккаунта. Выходим. Для просмотра торрент-контента онлайн открываем торрент-сет и настраиваем его. Обратите внимание, наверху указано об отсутствии сервера. Если в будущем при использовании возникает проблема подключения, сервера необходимо обновить. Заходим в настройки, настройки сервера. Устанавливаем параметры. Хочу сразу предупредить. Для нормальной работы и воспроизведения необходимо иметь минимум 100 Мбит тарифного плана интернета и роутер Wi-Fi на 5 Гц. У меня тариф на 500 Мбит и роутер Xiaomi 4А Гига. Если у вас скорость меньше, в настройках буфера увеличьте число до 1000. В настройках плеера ставим ранее скачанную VLC плеер. Есть медиа стрим. Заходим в настройки сервера и меняем значение. Возвращаемся и соглашаемся с использованием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Прай Ти Ви Работает в паре с приложением Ace Media Stream Ранее мы его настроили Протестируем с каналом UHD Cinema Продолжение следует... Продолжение следует... Выходим... Настроим приложение для просмотра фильмов и сериалов, но сначала обновим Опускаемся вниз и выбираем настройки Я сразу сделаю активацию аккаунта на версию плюс, чтобы получить доступ к торрент-файлу Если не хотите покупать платную версию, досмотрите видео до конца и я покажу вам новое приложение с бесплатным доступом к ним Возможно оно тоже будет успешным и популярным Для того, чтобы приложение работало корректно, обязательно активируйте поиск файлов Далее вы можете настроить так, как удобно вам Или проделать все действия, показанные на видео Если вам интересно подробное видео о работе этого приложения, напишите об этом в комментариях Я постараюсь его сделать До новых встреч! Let's go сюда! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...